Теперь обсудим памятку. Памятку можно скачать под видео внизу. Также всё, что мы только что прошли, будем активно практиковать second teachers. Итак, вопросительные слова, которые мы с вами обсуждали только что. What – это что или какой. What is your favorite color? Каким является ваш любимый цвет? Why – почему, зачем? Why do you need it? Почему тебе это нужно? When – когда? When do you have breakfast? Когда ты завтракаешь. How – это как? How does it work? Как эта вещь работает? How much – это сколько для того, что нельзя сосчитать и для денег. То есть мы не можем посчитать воду. Вот у нас вода, жидкость, например. И мы можем спросить, например, сколько воды в твоём стакане. How much water is in your cup? И мы скажем, например, ну, половина стакана, к примеру. Но посчитать мы не сможем, сколько вот это вот неисчислимое нечто. Вот и для денег мы говорим точно так же. How much does it cost? Сколько это стоит? How many мы используем для тех предметов, которые мы можем сосчитать? Например, машины, автобусы, дома, люди, да? Всё, что мы можем сосчитать. How many people are in the room? Сколько людей в комнате находится, да? Следующий – это which. Which – это который. Причём which у нас используется, когда у нас есть выбор. Вот у нас есть два предмета, и мы хотим выбрать, а который, собственно говоря. Да? Мы так и называем. Например, мы выбираем между компьютерами. Which computer do you like? Который компьютер тебе нравится? Which cat is yours? Который котик твой, собственно говоря. Следующее вопросительное слово where. Where – это куда или где, да? Where do you want to go? Куда вы хотите поехать? И последнее – это who. Who – это кто. С who используется обычный порядок слов, да? То есть мы вместо того, собственно, кто, да, убираем имя. Там Jack, Jane, убираем имя из начала предложения. И ставим who. Например, Jack likes football. Убираем Джека. Остаётся who likes football. Кому, собственно говоря, нравится футбол, да? Скажите, назовите имя, кому футбол-то нравится. Кто пьёт кофе? Who drinks coffee? Да? То есть если со всеми остальными вопросами у нас идёт порядок слов специальный для вопроса, да, то с who у нас идёт обычный, как утверждение. Теперь обсудим have и has. У нас есть две формы глагола иметь. Да, по-русски мы скажем у меня есть, у него есть, у кого-то есть. А по-английски у нас активная форма, да? Я имею, он имеет, они имеют, да, владеют и так далее. Таким образом получается... В этом устройстве есть также блютуз. То есть have и has. Has для he, she, it. Переходим к утверждению, вопросу и отрицанию. Да, какие у нас есть варианты. В утверждении мы сначала говорим кто, как обычно. Затем называем глагол. Если I, you, with a, то будет have. Если he, she, it, будет has. I have a cat. She has a room. Да, у меня есть кошечка, у неё есть комната. В вопросе мы добавляем do или does. Do you have a cat? Do you have a dog? Do we have an apartment? И для he, she, it, does. Does she have a room? Есть ли у неё комната? Does he have a job? Есть ли у него работа? И так далее. И в отрицании мы между тем кто и между глаголом вот здесь вот вставляем don't или doesn't. Да, и у нас получается you don't have enough time. У вас нет достаточно времени. They don't have enough time. У них нет достаточно времени. Он, она, оно. He doesn't have a room. У него нет комнаты. She doesn't have a room. It doesn't have bluetooth. Да, в этой вещи нет функции bluetooth. Окей. Теперь поговорим про фразы have, которые мы с вами обсуждали. Или будем обсуждать, если вы ещё только собираетесь посмотреть vocabulary. Итак, to have a shower – принимать душ. To have a bath – принимать ванну. To have holidays или to have a vacation – это находиться в отпуске, да, проводить свой отпуск каким-то образом. То есть holidays чаще всего используются в качестве каникул, или это более американский вариант, или have a vacation – это именно чисто отпуск. Вот, и чуть более британский вариант скорее. To have a vacation. Have a rest – это отдохнуть, немножечко передохнуть. Have a breakfast – позавтракать. Have lunch – пообедать. Have dinner – поужинать. Have a headache – иметь головную боль, испытывать головную боль. Have a tooth ache – испытывать зубную боль. Have a stomach ache – это испытывать боль в животе. Have a cold – иметь простуду, то есть простудиться, быть простуженным. Have a sharp pain in… И пока своим пальцем где у нас острая боль. Испытывать острую боль. I have a sharp pain in my stomach. У меня острая боль в моём животе. I have a sharp pain in my finger – у меня острая боль в пальце. To have a medical insurance – это как раз-таки страховка, да? Иметь медицинскую страховку. To have a medical insurance. Okay, so that's all for today. Thank you very much for watching. Спасибо большое за просмотр. And see you very soon. Увидимся скоро. Have a nice week. Субтитры сделал DimaTorzok